у нас второй день дождь а вчера было вечером где-то в часов 5 вчера началось сегодня ровно 6 короче представляете и дождь начинается на забыл с вами даже поздороваться с вами канал артмания смотрите как дождь вчера вообще кстати не было не писали то что дождь будет все нормально хотели с сыном пойти в магазин вечером днем не решились потому что очень сильная жара была решили вечером и начался дождь зато вчера ребенка показала дождик у нас мухи откуда-то берутся не пойму как там смотрите классно а тепло на улице не представляете класс просто жарище прям такая как вы знаете в детстве была теплый дождь вот точно так же как там летает такая непонятная муха красавица дождем пахнет обалденно просто ветер прямо такой знаете сильный сильный оттуда вот с того дома пошла туча туча пошла где-то в районе двух-трех часов я думаю все будет дождь принципе дождь обещали все эти дни сегодня у нас вторник никак не получается у нас выйти зима у нас коляска просто маленькая она без капюшона я боюсь то что так мы выйдем на улицу а начнется дождь вот то есть мы обратно домой с ребенком сложно будет прийти он просто намокли вот чего я боюсь такое дождь ощущение как будто даже знаете не то что дождь а град что ли капли просто белые такое же все зелененькое сегодня у нас 12 мая все уже прям зелененькое хотела на завтра я заказать фотографа что-то та девочка с которой я хотела она только по выходным работает а выходные мы на дачу и я им сыном не знаю скорее всего и выйти выходные не знаю поедем не поедем поэтому придется на как с фотографу теперь получится не получится потому что я хочу по фотографироваться с сыном у нас нормальной фотографии нету женьки не получается делать то голову срежет то есть очень срежет затень какая-то вот хочется нормальные фотографии на улице я хочу сирене там кстати сирен зацвела часе ветер ветер но тепло как тепло хорошо если бы она не зима сейчас одна бы сама наверно вышла на улицу погуляла но с ребенком это очень сложно выходить с коляской с этой по ступенькам ступеньки в подъезде ступеньки после подъезда вот не очень удобно спускаться и подниматься потом еще два рука еще болит сих пор немножечко не хочется ее травмировать знаю завтра мы пойдем планируем пойти гулять я надеюсь что вечером не будет завтра или может быть я с утра завтра на рынок еще хочу сгонять это хочу творожок купить такое всякое молочное пока я бегала короче за камерой здесь так деревья мотала вообще просто кошмар даже было страшно а он там ласточки летают в небе кстати по моему а вон и чуть-чуть видны если ласточки в небе это это завтра будет жара по моему так определяется раньше не было не особой была такая погода не определишь вернее не говорили по радио или телевизору в деревнях наверное глухих люди определяли вот по ласточкам там еще а папа по облакам я помню в школе у нас книжечка была и там были разные облаки нарисованы и рядом было прописано слабо к такой-то погода завтра будет такая слабо к такой вот ну к сожалению эту книжечку учительница потеряла мою и я даже не знаю интернете что-то я толком ничего не смогла найти вот очень сильно по этому поводу переживала потому что мне очень нравится все это мне нравится очень география вот чашла уже был довольно давно ну не знаю по моему мне кажется . ушла потому что деревья уже не так мотает пока этому бежал у меня камера уже лежит постоянно в основном на кухне на кухне там что-то готовлю все тут что-то делаю снимаю там как раз по моему вчера что ли я пыталась не успела заснять как ребенок у меня тарелку начал же это грызть ел ела потом что-то так видать уже засыпал что ли начал тарелку грызть я не успела заснять взяла камеру он перестал вот ее надо все-таки наверное в кармане носить постоянно гремит вкусно пахнет тот что-то готовит но прям тепло классно обычно свой дождь начинается сразу становится холодно так это а тут прям тепло зелень посмотрите какая зелень сочная это деревца помните она осенью какое было живут атака деревца листочки лежали конечно дождь это хорошо листочки поливает деревья после зимы и земля сухая наверное всем нужен полив чтобы растить вести дальше не хочется дождя совсем мой борщом запах это борщик варит все гремит темнело а у тебя кровать посередине стоит вот до до уезда на дачу у него кровать все время вот с этой стороны начало стоять я ее вечером туда отодвигаю с утра на тут вечером туда с утра на тут теперь что-то после приезда дима не как-то поет что такое кака где там кака что-то она грязная она что-то свеженькая ай дима стал выдирать из нее нитки это вообще кошмар зачем она дырявой станет скоро дима покажи вот она берет и отдирает нитку зачем ты нитку отдираешь а здесь у нас новая дырочка появилась на стене да тут у нас деда подел дима немножко помог да он помог немножко ему вон в принципе видите вон нитки валяются вот он все нитки эти выдирает из этой вот простынки сейчас я ее открою тут у нас манеж тут прям тепло классно как смотрите классно цветет сейчас вот с такими цветениями фотографироваться вообще самое то очень хочу фотографа нанять ну вот так получилось если бы конечно девушка написала сразу что она только по выходным работает то я бы тогда поискала бы за эти дни потому что я так надеялась то что завтра видите как получилось в другой день мне одной выходить если мне придется диму постоянно поднимать чтобы вдвоем сфоткаться потому что мне нужна совместная фотография с ребенком одна то что господи одна у меня есть полно их а вот с ребенком с семьей с мужем Женька работает тут у нас манеж в манеже у нас мешок это мой плед я его упаковала в мешок пока что положила сюда манеж выставила на продажу мы почти не пользовались и он нам нафиг был не нужен Дима как-то не очень он ему понравился и сидел больно там и теперь я не могу его продать довольно сложно выставляла его сюда кстати зимой еще чтобы в надежде что Дима будет здесь у меня гулять но потом я простыла помните наверное лежала в больнице потому что остудилась выходила сюда постоянно одеваться тепло не хотелось пока сама оденешься ребенка оденешь положишь его сюда пару часиков или часиков он поспит опять одеваешься тепло выходишь забираешь его оттуда то есть это все так сложно хотя здесь всегда конечно тепло смотрите как классно сделано поэтому хочу побыстрее его продать здесь у нас еще доски потому что он уже пыльный надо все тут все перемывать это у нас от кухонного гарнитур осталось я наверное не знаю но ремонт еще продолжается поэтому я думаю выбрасывать нет смысла здесь у нас цветочки стоят какие-нибудь цветочки надо выбрать или купить надо купить цветочки потому что мы поедем на кладбище скоро в серединке июня дедушки надо что-нибудь такое приобрести вот это вообще классный букет кстати покупала фикс прайсе мне очень-очень вообще просто нравится просто восхитительные белые розовые и тут розы я тоже покупала фикс прайсе они прям такие мягенькие то есть не пластмассовые а такие они не знаю с чего короче здесь вот тоже фикс прайсе покупала когда-то у меня была прям эпидемия на них ой они пыльные здесь вот кстати пионы вот какой-то штуки там у нас кстати стоят гардины господи как они короче эта штучка которая вешается будет вот сюда вот на окно за место шторы я не хочу шторы темные которые помните наверное были у Димы в комнате долгое время висели свекровь еще их покупала вот я их убрала постирала наверное даже их на продажу поставлю не хочу темные шторы все затемняет там белая белая господи как ее плохо видно мотается сирень белая кстати еще сирень хочу купить я сирень правда уже рисовала на холсте вот у меня чуть не очень получилось надо еще купить и одуванчики мы с вами так и не прессовали кстати напишите мне в комментариях хотите ли вы порисовать одуванчики акварелью или гуашью может быть кто-то маслом хочет мне будет приятно с вами порисовать если вы этого хотите поготовить может быть приготовиться по кулинарии что-нибудь кто там А там темнотища. Смотри, как плохо выглядит эта стена. Раньше я могла сесть напротив этой стены, включить камеру. Ты что, руку ешь? Включить камеру и записывать себя. А теперь это жесть просто. Если только мне с этой стороны садиться, то здесь тоже есть. Раз дырочка, два дырочка. Ребёнок. Вкусная рука, да? Обалденная просто. Восхитительная. Да, кстати, у нас это... Слесаря ещё не было, ещё не делал ничего. Должен слесарь прийти и что-то приемонтировать. Оказывается, короче, вот эта вот вода только у нас. Труба потекла, а у соседей всё чисто. Только у нас. Не знаю, наверное. Я думаю, эта труба как раз находится в стене возле потолка. Где-то вот там. То есть тем соседям она не попала. И вон даже краска уже облазит. Покрытие потолочное было самым-самым-самым дешёвым. И поэтому тут, конечно, всё видно. Люстрочка. Люстрочка хотя бы более-менее. Вот видите, как у Димы стало всё в концу. Естественно, ремонт мы со временем будем переделывать. Чуть-чуть пас попозже. Когда Димолька немножечко подрастёт. И обои здесь были, кстати, куплены самые обыкновенные, бумажные. Вот. Да. Здесь тоже он деда подделал. Тёты. Давай, помаши ручкой. И. И. Как ты раньше любишь? Тук ногою. Да? Тук ногою. Эй. Ну, милый мой. Ты так кровать всю разнесёшь. Ай! Громко, громко все оклохнут, Дима. Эй. Эй. И. Уже 6.30. Сейчас буду доставать тебя. Не будешь у нас бегать, играть, как всегда. Да? Бух! Что у тебя к ноге прилипло? Ай-яй-яй, зачем тебя бросил на пол? Смотри, что я тебе покажу, да? Что это, сына? Что это? Ну, сейчас он на тебя упадет. Это редька. Редька. Да? Сейчас я ее, наверное, буду на терке тереть, скорее всего. Раньше когда-то бабуля ее делала тоненькими пластиками. Ну, по-моему, насколько мне помнится, я последний раз, несколько лет назад, делала ее терла на терке. Она была очень вкусная. Давай ее сюда. Давай. Покажем ее. Такая она вообще малюсенькая. Маленькая вот она. Кулачок вмещается. Бабуля звонила сегодня, сказала, что она очень вкусная. Она ее даже разделила на две части и ела ее два дня. Я говорю, почему-то я ее ела два дня. Но ее вообще маленькая, ее за один раз можно съесть. Она говорит, ну, не знаю, так получилось. Мне кажется, я ее за день съем. Не знаю, Диме. Немножечко, наверное, да? Посмотрим. Такой у нее хвостик. Это редька такая. Редька такая, хвостик у нее. Два хвостика даже. Да, попка и... И не попка. Ну, какая игрушка. Игрушку мама дала. Сейчас вода вот эту вот в тарелочку положила уже. Тут у меня крыжовник с виноградом. Вот вечером он кушает. Одуванчики мы с вами так и не порисовали. Быстро они превратились в пушистиков. Вот они уже почти пушистики. Сейчас там что-нибудь должно отвалиться скоро. Ну, что, давай мне ее. Давай мне ее сюда. Я ее сейчас еще раз ополосну после твоих грязных рук. И буду ее тереть на терочке. Разлетается, да? Ну, ты что делаешь? Ты что делаешь, сына? Все, хватит. Так, вот она у нас получилась. Сначала я терла ее на мелкой терке. Потому что почему-то мне помнил, что на мелкой терке надо тереть. Поняла, что это очень долго. И потом решил тереть на крупной терке. У Димы такая бутылочка новенькая появилась. Там папа принес ее. Ему где-то в каком-то тренажерке какой-то. Короче, выдали. Типа подарочная. Здесь вот такая, типа как соска, но дырочка. И как бы текет вода, но как бы ребенку хорошо. Вот, Дима теперь учится пить. Ой! Да, и лужит, да? Мишни смеси. Вот, кстати, в ней был сок. Какой-то тут. Так, что там был? Виноград, яблоко и киви. Но сок был вообще не сладкий абсолютно. Не сок, а типа как компот, что ли, по-моему, был. Абсолютно не сладкий. Больше даже водянистый. Не знаю, это вот он зачеркнутый здесь. Просто как подарочный, наверное. Это я муху ловила. Мама ловила полотенчиком муху. К нам залетели откуда-то мухи. Вот. И когда я окно закрывала... Давай, она уже грязная, это полотенце. Когда я окно закрывала, одна муха вылетела. Вон они там, три мухи летают. Я решила окно закрыть, думаю, ладно, несколько дней. Пускай, папа, будет окно закрыто. Они там сдохнут, я надеюсь, с голоду. И потом я открою. А одна все-таки убежала. Где она? Вон она. Большая такая. Она еле летала, с трудом летала. Такая гигантская муха. Вон они, видите? Откуда они попали к нам? Непонятно. Дверь там на улицу мы выходили. Довольно... Когда мы выходные приехали, в воскресенье. Понедельник, сегодня вторник. То есть несколько дней уже. Непонятно, короче, откуда. У нас везде сетки стоят, окна. На всех окнах. Странно, короче. Не знаю, откуда они взялись. Ну что ты сейчас там что-нибудь отломишь? Мы с тобой будем брать в путешествие. Наши с тобой. Бутылочка там. Дима очень любит, кстати, бутылочки. Ну-ну-ну-ну-ну. Куда ты лезешь? Вот. И сегодня еще у нас будет обзор. Вот такой вот тушенки. Покупала я ее в фикс-прайсе. Где-то в районе 25 рублей. Но до этого мы уже пробовали. Муж покупал в обыкновенном деревенском магазине. За 50 рублей где-то в районе. 40-50 там была в принципе более-менее здесь не знаю какая она будет что ты делаешь мне тут, я что-то не пойму я не пойму, ты учишься ножом что-ли пользоваться? сына! сейчас ты мне там все помнешь ты хочешь уже готовить? похоже тебе уже надо готовить учиться сына, у тебя кстати свои ягодки есть мы все едим ягоды все продолжаем едим ягоды у Зимы сегодня клубничка крыжовник и немножечко дам ему черноплодной рябинки он уже идет садиться ложечку достанет, будем сейчас кормить ну и все у нас прошло дождик чуть-чуть поморосил так вон она сирень все окна уже все высохли мы с вами выходили сирень, белая сирень светло-фиолетовая вон там не видно через это окно подождите, оно уже не открывается соседи что-то готовят сейчас мы откроем вот оно классное окно ой как пахнет боже мой вспоминаю знаете себя в детстве когда приходила в гости к сестре у нее точно так же всегда пахло опять муха ползает блин какая гигантская куда она взялась откуда она опять взялась блин столько мух это вообще просто старые сетки боялись что комары появятся а появились муши в расходе мы шли на поборозе сейчас мы уже как с мы это мы Снимаю. Отдыхаем мы сегодня на пляже. Интервью буду ждать. Да, интервью буду давать. Отдыхаем на пляже. Дима, видно? Нет, тебя только. У меня дима, как-то. Зима отдыхает, дима. Вот вас видно, говори. Дима. Ты куда? Где таймер, дима? Смотри. Камера. Улыбаешься ей? Улыбайся. Как ты заигрываешься? На пляже такая. Сейчас мы с тобой пузырьки спускаем. Какие у нас есть пузырьки покупали? У нас спроси. Снимай ребенка. Снимай так, чтобы мы вместе попали. Подальше отойдусь. Снимай. 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 Дима. Смотри, скажи. Снимай, как он их хлопает пальчиком. Снимай. 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 Как лопает пальчиком. Снимай. Смотри, он там схватит. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри, как хлопает. Смотри, как хлопает пальчиком. Смотри, как хлопает пальчик. Смотри, как хлопает пальчик. Смотри какие, полетели, полетели, ой, да не надо там макать Ай, полетели, 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 ой какой пузырик смотри Смотри какой пузырик, ой, нет пузырика, нет пузырика Вон смотри еще какие, Дима, Дима, вон смотри, вон какие, вон лежит Ты в бок немножко пускай Ой, сколько А че рот открываем? Ай, какое счастье Ой, сколько, да что ты не лопаешь их, ребенок Ой, какой гигантский, какой, Дима, смотри Ого, да, какой, ой, ой, какие пузырики Пузырики какие Давай, лопай, вот так вот, да, вот так его Ну, Дима, теперь у тебя рука грязная Ну, кто так делает? Ну, поток салфыточку достает Все, пошло изучение песка Ну, папа, давай, ты встал Уууууу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, сейчас пойдем дальше с тобой Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вот такой у меня сегодня ужин Делала я обзор на ремешельку Петра с курочкой Покупала ее в фикс прайсе Вот на нее обзор Редька, которую Дима так таскал Этот хвостик несчастный Кстати, я даже не знаю, где он уже Вот И тушенка у меня Тушенка вот Ой, у вас почти не время Хорошо Сейчас буду ее окончательно пробовать Не знаю, ем я ее или нет В принципе, нормально она ест Но странно, непонятно, что там В составе что-то там Рис, манка, чего-то там сделанное Что-то непонятное такое, приготовленное Которое похоже на грибы Больше Ну, смотрите Посмотрите обязательно мой обзор Там я все сказала Там, ладно Все смотрите там Не буду ничего рассказывать Вот такой у меня ужин Всем спасибо за просмотр С вами был канал Artmania Подписывайтесь Ставьте лайки И всем пока-пока